Штрафной момент. Управляющие компании можно будет штрафовать. Теперь за любую неправильно начисленную услугу коммунальщики сами заплатят половину от той суммы, которую они накинули сверху. А вот тем, кто систематически попадает на штрафы, вовсе может грозить лишение лицензии. В систему новой статьи расходов в Николай Альбина Минебаева. Новый Савинский район. Смотрите, имеет 552 дома. Ориентировочно переплачивается в год 193,5 миллиона рублей. Начисление по отоплению – это самая главная зимняя тема среди тех, кто идет против коммунальщиков. Общественник Геннадий Сомов готовит письмо Минстрой Татарстана. Пытается доказать, что жители Казани и Нижнекамска в месяц переплачивают 5 рублей, а в год больше 2 тысяч. Если хоть один раз, два, три, одну фарульную компанию прижмут, прижмут, астрафуют на приличные деньги, тогда они зашевелятся. С января коммунальщики под прицелом самих жильцев, они несут ответственность за сверхначисленные рубли за услуги. И уже материально. Примеров ошибок достаточно. В октябре прошлого года жители дома по улице Академика Королева за три дня в теплых квартирах заплатили как за целый месяц. И сколько же тогда собираются брать, когда действительно будет полный месяц? А жители микрорайона Азину и вовсе получали двойные счет квитанции. По мнению депутатов, которые пролоббировали закон, теперь качество работы управляющей компании можно оценить по количеству штрафов. Управляющая компания, как и любой хозяйствующий субъект, преследует своей целью извлечения прибыли. И штрафы эту прибыль сокращают. Если денег, которые они выплачивают на штрафы, сумма становится критической, то это выводит их на нарушение. Контролеры в сфере ЖКХ уверены, предъявлять претензии управляющей компании нужно опираясь на свой договор. Правда, недобросовестность коммунальщиков еще предстоит доказать. Если же что-то сделано не так, это можно доказать в суде. Но каким образом, ясности нет. Потому что нужно как-то актировать. А каким образом это сделать, пока на сегодняшний день непонятно. Увидел лишний мусор или сугроб сфотографировал и показал управляющей компании. И таким образом оштрафовать коммунальщиков не получится. Для того, чтобы восстановить справедливый свой счет квитанции, нужно будет еще погрузиться в бумажную волокету и как минимум составить акт. Взысканный штраф пойдет в пользу собственника. И зависит он напрямую от суммы, которую коммунальщики начислили сфер положенной. Юристы не исключают, что коммунальщики могут схитрить и свои собственные штрафы переложить на плечи жильцов. Они возьмут с других статей бюджета, они просто не смогут ниоткуда больше их взять. Соответственно, где-то меньше пойдет на текущий ремонт. Искать ошибки коммунальщиков можно с февраля, когда придут первый счет квитанции за этот год. Альбина Минибаева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.